Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Агропромышленный холдинг Дороничи. «Особое мнение» на 101FM Начинается программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы Сергей Доронин. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. В начале программы, напоминаю по традиции о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудио-видеотрансляция нашего эфира. Можете заглянуть. И, кроме того, есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю «Особого мнения». Сегодня вопросы есть. По ходу эфира я их, конечно же, озвучу. Время у нас еще есть. Начать я хочу с международной все-таки обстановки. Страна еще не отошла. Родственники погибших 224 россиян на Синайском полуострове вряд ли вообще когда-то отойдут от этой трагедии. Я имею в виду крушение российского самолета. И Федеральная служба безопасности заявила о том, что это был террористический акт. И накануне гибель российского Су-24, сбитого турецкими вооруженными силами, и гибель российских граждан в Мали. В общем, тревожная обстановка. Как вы думаете, Сергей Александрович, есть ли вероятность того, что такое массовые случаи насилия начнут происходить на территории нашей страны? Ну, я бы, наверное, не исключал такой возможности, потому что необходимо понимать, что мы связались в достаточно серьезную войну, в боевые действия против террористических группировок. Ну, другой вопрос там, правильно мы сделали, правильно ли принял решение президент, это как бы каждый для себя, наверное, должен ответить, да? Если говорить обо мне, то я считаю, что большой необходимости вот ввязываться в эти военные действия Российской Федерации не было. Ну, говорят же, нас же попросил сирийский руководитель, мы не могли не откликнуться. Мы могли бы попросить еще какие-то вещи, да, там, совершенно нелицеприятные, некомфортные для России. Вот это мое личное мнение, да. А то, что не исключены террористические акты на территории нашей страны, я вполне себе допускаю, тем более сегодня уже из средств массовой информации мы узнаем о том, что вот эта террористическая группировка, ИГИЛ, да, она объявила 60 странам, значит, о том, что у них могут возникнуть те или иные проблемы. В этот список попали не только Российская Федерация, но и даже большое количество стран, которые не принимают участие в боевых действиях. Вот, ну, я не исключаю такую возможность. То есть все идет к тому, что в России должны быть, ну, они уже усиливаются, меры безопасности всевозможные. Если говорить о Москве, да, то там и в метро, и на улицах, и в общественных местах заметно, что идет усиление правоохранительными органами, и патрули полиции выставлены, и в метро полиции достаточно много. Но, понимаете, другой вопрос, что с терроризмом, конечно же, такими методами, наверное, не борются. Это и есть определенные способы, там, методология, да, это внедрение там различных агентов в группировки, там, получение необходимой информации. Я считаю, что вот такими методами, наверное, необходимо бороться. Вот накануне на этом фоне достало известно, что председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике Владимир Слепак направил директору ФСБ и председателю Национального антитеррористического комитета Александру Бортникову обращение, в котором предложил помощь гражданского сектора в укреплении безопасности в стране. В частности, речь идет о включении в учебные программы школ, а также средних, специальных и высших учебных заведений программ по борьбе с терроризмом. И, в частности, о пресечении упоминаний о терроризме в соцсетях. Вот такое предложение даже в школы и другие учебные заведения. Я не знаю, насколько вот может это поспособствовать действительно серьезной борьбе с терроризмом, да, и я считаю и считал, что вот борьба с таким врагом, с таким злом, да, который существует в последние годы в мире, необходимо более специфическими, что называется, методами, это вот еще раз повторюсь, внедрение своей агентуры в различные организации и предупреждение вот всех этих террористических актов. Ни для кого не секрет, что используются люди, значит, смертники, специально подготовленные, и достаточно сложно вот с такими точечными там локальными очагами или, значит, акциями бороться вот именно, значит, какой-то пропагандой там в школах, условно, либо просто патрулированием на улицах или на стадионах. Да, эти меры безопасности необходимы, но вот повторюсь, я считаю, что надо специальными методами, профессионалы, они об этих методах знают, необходимо выделять денежные средства и необходимо вот эти процессы налаживать. Ну, еще одно из последствий всех этих событий, это запрет, точнее, прекращение отправки российских туристов в Египет. Сейчас, по всей видимости, на очереди и Турция, потому что Ростуризм рекомендовал уже туроператорам прекратить продолжу путевок в Турцию, непосредственно оценивать положительно эти меры, действительно закрывать воздушное пространство надо. Я думаю, что предупреждать и принимать меры по ограничению выезда наших туристов в зоны опасные, да, это необходимо. Я не совсем понимал, да, действительно, после того, как мы начали военные действия в Сирии, не совсем, может быть, понимал тех людей, которые ездят отдыхать как раз-таки в Египет. В принципе-то и там сегодня неспокойно, и военные действия, насколько мне известно, там в 40-50 километрах от курортов и были террористические акты, и, значит, и военные действия велись с различными бандформированиями. Вот, если честно, я не совсем понимаю этих людей, которые, испытывая судьбу, ездят отдыхать во время вот таких полноценных военных действий в зоны отдыха, которые находятся там в сотне километрах. Вот, честно скажу, не понимаю. Есть массовое сообщение о том, что многие россияне не оставляют попыток попасть в Египет, несмотря на запрет, всевозможные маршруты предлагаются, например, долететь до Израиля, затем на автобусе добраться до того же Шарм-эль-Шейха. Понятно, что приличает достаточно дешевая возможность отдохнуть, но это, в моем понимании, из разряда, что называется, испытать судьбу. Я считаю, что действительно необходимо прислушаться к призыву правительства, тура операторов, и на какое-то время, может быть, отдыхать в Российской Федерации. У людей по-прежнему ведь есть желание отдыхать? Есть деньги, по всей видимости. Есть деньги, есть возможности. Что предлагать в таком случае? Ну, я не знаю, надо смотреть здесь в европейские страны, в сезон летний, может быть, выезжать. Ну, вот еще раз повторю, что я не совсем понимаю тех людей, которые ездят отдыхать в сотнях километрах от полномасштабных военных действий. Ну, честно сказать, это такое немножко легкое безумие, на мой взгляд. Напомню, что это особое мнение депутата Госдумы Сергея Доронина как раз вот к теме уже Нижнего парламента нашего российского хочу перейти. Известно, что Справедливая Россия представила альтернативный проект федерального бюджета на 2016 год. В чем его суть? На самом деле наша фракция уже на протяжении четырех лет не просто голосует против бюджета или, значит, выступает там против каких-то бюджетных процессов, предложений правительства, а предлагает и обосновывает свою точку зрения при обсуждении бюджетов альтернативным бюджетом. 64 депутата, практически присутствие во всех комитетах профессионально обсуждаемых и обсуждающих бюджет. Есть депутаты от фракции Справедливая Россия, есть и руководители комитетов, это экономический комитет и комитет по предпринимательству. Я вхожу в комитет по сельскому хозяйству, являюсь зампредседателем комитета. В бюджетном комитете у нас интересные, профессиональные работают депутаты, поэтому мы предлагаем Государственной Думе на обсуждение альтернативный бюджет. Если переходить к этому бюджету, то что мы предлагаем конкретно, вот я буквально тезисно скажу, где найти дополнительные источники доходов и куда эти дополнительные источники доходов расходовать. Мы предлагаем из источников доходов все-таки уже на протяжении четырех лет подойти к ввести четырехступенчатую шкалу налогообложения доходов. В чем ее суть? Это как? Это даст дополнительно 470 миллиардов рублей в бюджет, то есть полтриллиона. А основное бремя платежей мы предлагаем, и это у нас записано и в программе партии, на, значит, не более чем на 3% населения. Это так называемые топ-менеджеры, это богатейшие люди. То есть налог на роскошь, да? Нет, это не налог на роскошь. Это налог, значит, на доход физических лиц. Это тот налог, который платят у нас все жители, включая пенсионеров. То есть мы предлагаем тем, кто получает доход до 15 тысяч, освободить от этого налога. Значит, те, кто получает доход от 15 тысяч до 250, облагать налогом в виде 13%. Стандартная ставка существующая. Да, стандартная ставка. Значит, те, кто получает доход от 250 тысяч до 1 миллиона рублей, облагать налогом на доход физических лиц в размере 30%. И те, кто получает доходы свыше миллиона рублей, облагать налогом 50%. То есть половину заработанного отдавать в бюджет. В принципе, эта идея, она как бы не новая. Значит, вот такие ставки применяют сегодня в достаточно развитых экономиках, в продвинутых странах, в западноевропейских странах, в Соединенных Штатах Америки. Вот за счет вот этой меры мы предлагаем 470 миллиардов рублей дополнительных получить. Здесь необходима, естественно, воля политическое правительства Российской Федерации. Но вот к огромному сожалению, наш премьер-министр параллельно возглавляет еще, как я называю ее, партию олигархов. Это партию Единая Россия. И вот к огромному сожалению, вот этой политической воли для принятия такого решения у нас не хватает у правительства. А как конкретно это? Это законопроект должен быть, да, внесен в Госдуму? Да, это внесение изменений в налоговый кодекс, значит, ряд подзаконных актов. Эти предложения мы неоднократно уже делали. Делали и вносили в Государственную Думу. Это вот прогрессивная налогооблагаемая шкала доходов физических лиц. Значит, второе предложение, которое мы также и озвучиваем, и предлагали в виде, значит, внесения изменений в налоговый кодекс, там, в различные подзаконные акты, это отмена возмещения НДС компаниям-экспортерам сырья. Которые за границу. Которые у нас вывозят сырьевые ресурсы, нефть, газ. Сейчас ни для кого не секрет, что доходная часть бюджета на 47%, она как раз-таки состоит из доходов вот этих компаний, да. Но государство, в свою очередь, им возмещает огромные, огромные просто триллионные цифры. 18%? 18% там на различные виды сырья, значит, есть разные НДС, но, тем не менее, это огромные цифры. Ни в одной цивилизованной, я бы так назвал, стране вот такого безобразия или беспредела нет. Возмещается НДС только тем компаниям-экспортерам, которые, значит, экспортируют высокотехнологичное оборудование. Нечто уникальное, чего нет в других странах. То есть, вот сделал ты, условно, там автомобиль какой-то, да, станок, там, ну, не знаю, там, iPad, там, iPhone, еще там какие-то, значит, различные двигатели, там, еще что-то, еще что-то, да. В этом случае действительно необходимо, я считаю, стимулировать экспортеров, в том числе и для того, чтобы они завоевывали рыночное пространство, вот и возмещением НДС. Вот даже при, значит, принятии двух данных предложений мы несколько триллионов рублей сможем дополнительно привлечь в бюджет Российской Федерации. Еще предложения, да? Еще есть ряд предложений, значит, которые четвертые, это, значит, отмена так называемой консолидированной группы налогоплательщиков. Вы знаете, что у нас с 2012 года был, значит, принят вот такой закон о консолидированном налогоплательщике, он начал действовать с 1 января 2012 года, но это когда создаются группа компаний, то есть в холдинге собираются компании, одно из направлений убыточное, другое прибыльное, значит, все это складывается, и налогооблагаемая база исходит из того, что там здесь плюс, там минус, значит, она, естественно, уменьшается, да, и очень много крупных, так скажем, олигархических холдингов вот объединяют сегодня в такие модели, и тем самым не доплачивая в бюджеты различных уровней, ну, просто сотни миллиардов рублей. Это вот еще одно из предложений, которое необходимо, мы считаем сегодня, и необходима для этого политическая воля для того, чтобы принять их и наполнить наш скудный бюджет на 2016 год. Все это изложено в нашем альтернативном бюджете, все программы, не просто они популистки там, да, объявлены, но они обоснованы, значит, есть ссылки, сноски на стат управления, на различные расчеты, то есть специалисты делают эти расчеты, депутаты нашей фракции. Ну, про реакцию «Единой России» на эти предложения вы уже сказали, упомянули, а коллеги из ЛДПР, из Коммунистической партии с ними консультации проводились? Естественно, я думаю, что при обсуждении во втором, в третьем чтении бюджета на следующей неделе мы вот консолидированную позицию свою с оппозиционными партиями, я думаю, что выскажем, и будет достаточно серьезное обсуждение. Боюсь соврать, но более нескольких сотен поправок внесены в действующий предложенный закон о бюджете, и я думаю, что следующая неделя будет для депутатов очень интересная, но в то же время очень жаркая. Будет обсуждаться не основные параметры бюджета, а уже постатейные расходы и доходы бюджета. Но в любом случае на следующей неделе бюджет Российской Федерации, на следующий год он будет принят. Я бы так не сказал, но сроки принятия определены, естественно, но я думаю, что будет дискуссия, и может следующая неделя сложиться по-разному. Еще одно явление общефедерального характера и гости особых мнений, которые к нам приходят на этой неделе, да и на прошлой, активно высказываются по этому поводу. Тоже хочу узнать ваше мнение. Я имею в виду массовые протесты грузоперевозчиков против введения с 15 ноября платы за проезд по федеральным трассам. Грузовики массой выше 15 тонн, их владельцы обязаны до конца марта следующего года за километр платить 1 рубль 53 копейки. Ну, вы видите, безусловно, да, эти сообщения о массовых акциях протеста. Правительство идет на уступки. Есть уже законопроекты, которые там снижают штрафы за неоплаченный проезд. Штрафы, пока, там говорится, водители платить не будут. Как вы оцениваете всю эту систему? Принято еще 4 года назад, но вот вступившую силу как раз в ноябре этого года. Ну, вот, Владимир, мы с вами до эфира обсуждали, да. Я, естественно, сторонник того, чтобы правительство в первую очередь предоставило возможность комфортного проезда по дорогам, в том числе и федеральным, о которых говорится в этом законопроекте, да. Вот. Я понимаю дальнобойщиков, я понимаю, что вот это удорожание перевозок, оно в конечном итоге ляжет на конечного потребителя, то есть на нас с вами. На каждого из нас. Да, на каждого из нас. То есть мы будем покупать и продукты питания дороже, мы будем получать и услуги какие-то дороже, да. То есть транспортная составляющая, себестоимость любого товара, она достаточно высокая, на мой взгляд. Я, вот еще раз повторюсь, что я не сторонник взымания каких-то дополнительных пошлин там и налогов, тем более, опять же, вот действие этого закона сегодня вступает в противоречие послания президента Российской Федерации, который в прошлом году, вернее, не в прошлом году, в начале этого года, в прошлом году выступая с посланием, говорил, что для бизнеса в 2015 году не поднимется ни одна, значит, составляющая, ни в налоговом кодексе, значит, ни пошлины. Ну, для бизнеса будут создаваться комфортнейшие условия, он сказал, потому что страна вступает... Вступает в тяжелую экономическую фазу, поэтому мы будем предоставлять наиболее благоприятные условия для бизнеса. Вот здесь немножко получается какой-то когнитивный диссонанс именно у меня, да, потому что вот на предыдущей передаче мы с вашим коллегой, здесь обсуждая экономическую ситуацию, я приносил с собой статистические данные о том, что у нас с простого населения начинают вот опять вот эти все подати, пошлины, различные платежи взимать там в разы, да, там за получение паспорта в два раза увеличены. Госпошлины увеличились, да, с первого варианта. Да, в три раза увеличены пошлины при утере паспорта, там при получении свидетельства на развод, на, значит, на брак, там и так далее и тому подобное. Это вот из этой же истории, я считаю, что вот в сегодняшней экономической ситуации, ну, не время вводить такие законы, и правительство вполне могло бы отложить действие этого закона. Вот именно отложить, а не отменить. Ну, могло бы пока отложить действие данного закона на неопределенное время, да. Во-вторых, все-таки начать в соответствии там с требованиями, с тем, что на сегодняшний день действительно у нас дорожная отрасль-то ведь она достаточно проблемна, да, у нас межгородские дороги, они федерального значения даже те, несмотря на то, что их там вроде бы каждый год ремонтируют и вкладывают в серьезные деньги, но нет таких комфортных трасс там, как они есть, допустим, в Европейском Союзе, там трехполосное движение, полностью на всей протяженности освещенная трасса, там понимают дальнобойщики, за что они платят деньги, да. То есть снижается, естественно, аварийность на дорогах, сокращается срок перевозки товаров, продукции там какой-то, грузов, да, и так далее, и тому подобное. И здесь можно этот перечень там достаточно длинный, бесконечно, значит, перечислять. А здесь, вот вчера ты ехал из Кирова там до, не знаю, Москвы, там до Яранска, там до Котельнича, по одной дороге, да, завтра ты начинаешь ехать и платить с каждого километра там рубль 53, да, но едешь ты по той же самой дороге. То есть ничего не изменилось в одну полосу, там, в лучшем случае две полосы, да, без каких-то разделительных там, не знаю, там, этих бордюров, бетонных там каких-то вещей, да. Ну, и, естественно, у любого человека, у предпринимателя там возникает вопрос, резонный вопрос, а почему, а за что, а для чего. Недаром ведь этот закон окрестили законом Ротенберга, да. Это его компания будет взымать, значит, операторам по платежам, и это ведь огромные деньги. Ну, они рассчитывают на 10 миллиардов. Вот у нас братья Ротенберги, они уже отмечаются неоднократно там и в стенах Государственной Думы эта фамилия звучит все чаще и чаще. Вот закон Ротенбергов, помните, там, несколько лет назад Государственная Дума обсуждала, да, о возмещении потери там заграничных там имущества и так далее и тому подобное. Ну, это, понимаете, это достаточно, на мой взгляд, некомфортный и одиозный такой закон. Ну, длиннобойщики, кстати, одно из их мнений, одно из высказываний, ну, хорошо, ну, ввели выплату, ну, тогда отменить это, например, транспортный налог для нас. Как вам такое предложение? Вы понимаете, вот, мое мнение, необходимо вкладывать серьезные деньги в инфраструктуру, в дорожную, да, и потенциал здесь огромен и для строительной отрасли, и для дорожной, для дорожных строителей. Вот я также неоднократно в этой студии говорил о том, что у нас обеспеченность денежной массы на сегодняшний день экономикой слишком маленькая, да, мы там где-то на 80-м, на 90-м месте, я не буду сейчас там... В мире. Да, в мире 45% обеспеченность денежной массы, у нас экономика страдает от безденежья, от реального безденежья, правительство не может, не хочет и не понимает, как, значит, бороться с инфляционными процессами, как с коррупциогенностью экономики бороться, поэтому, естественно, боятся они обеспечивать экономику денежной массы, вот тот же Китай там, да, или Япония, у них там около 200% обеспечения денежной массы экономики, да, вот, у нас 45. Есть куда вкладывать деньги, есть, значит, на что тратить деньги, включая там свой печатный станок, да, ну, вот те же дороги, десятилетия там объемов работ на 10 лет вперед, ну, сделай дороги, трехполосное движение освещенное, и люди будут спокойно понимать, за что они платят. Три рубля сегодня, вот, по моим ощущениям, просто вот определенный диссонанс психологический у тех же компаний, дальнобойщиков, за что они платят деньги. В общем, если и платить, то за высшей степени прекрасные дороги и инфраструктуру. Есть же, так же точно, вопросы поднимаются постоянно среди предпринимателей, да, вот, а для чего платить налоги, если вот наверху правительство неэффективно, значит, расходует наши, распределяет наши денежные средства, там, не вкладывая их, там, не в инфраструктуру, там, и многие предприниматели задают вопрос, да, почему такая вот именно структура у нас налогообложения, когда основные деньги уходят в федерацию, а потом, значит, они путем перераспределения попадают в регионы, и то и меньшая часть из тех денег, которые мы зарабатываем и отчисляем в виде налогов. Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую рекламу, после которой продолжится «Особое мнение» депутата Государственной Думы Сергея Доронина. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» агропромышленный холдинг Дороничи. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается «Особое мнение». Сегодня это «Особое мнение» Сергея Доронина, депутата Государственной Думы. В начале программы я говорил о том, что есть пара вопросов на нашем сайте. Я сейчас их задам. Сергей Александрович, предлагаю вам так кратко ответить. Во-первых, Яна, и не только Яна, безусловно, интересуется этим вопросом. Про зарплату депутатов Госдумы, которая будет увеличена в следующем году в связи с тем, что Нижняя Палата Парламента у нас чуть пораньше прекратит свои полномочия. Выборы будут в сентябре 2016 года. Вот по поводу зарплаты. Вы знаете, ни о каком повышении заработной платы я не слышал конкретно. Я думаю, что повышать точно не будут, потому что в этом году бюджет Государственной Думы был сокращен, и сокращены транспортные расходы. На 10%, да? Да, сегодня буквально принято решение о том, что сокращают командировочные расходы на следующий год. То есть повышение заработной платы депутатам Государственной Думы точно не будет, на мой взгляд. Это какая-то дезинформация. И Константин еще упрекает нынешний состав Государственной Думы в такой низкой репутации. Это, видимо, связано с теми законопроектами, неоднозначными, многочисленными. Помните, взбесившийся принтер, такое словосочетание. Так вот, Константин спрашивает у вас, повышать репутацию Госдумы возможно сейчас? Какими путями это делать? Какими способами? Ну, вы знаете, это происходит, на мой взгляд, в большей степени по причине того, что журналистское сообщество, вы меня там должны понять правильно, да, подхватывает или вбрасывает в информационное пространство какие-то такие интересные, может, неоднозначные законопроекты. То есть журналисты виноваты в том, что общество так настроено? Ну, в том числе, потому что они формируют вот эту информационную повестку, да. А я вам скажу, что на заседаниях, вот я присутствую практически на всех, да, достаточно много интересных, профессиональных, умных депутатов, которые очень интересно и выступают, и предлагают очень нужные, на мой взгляд, необходимые законопроекты. И здесь вот я бы Константину сказал о том, что все-таки основной тренд задает в Государственной Думе партия власти, потому что их большинство, да, и вот здесь, наверное, это в большей степени относится вот к этой партии, да. Но если говорить там об оппозиционных партиях, то я скажу, что очень много профессионалов и очень много интересных предложений, несмотря на то, что есть так называемые мусорные, на взгляд, законопроекты, которые, наверное, и обсуждать-то вот в таком количестве. А для чего? Для того, чтобы засветиться, что называется? Ну, многие, возможно, кто-то ради пиара, да. У многих какое-то вот своеобразное есть там мироощущение к решению проблем каких-то, да, вот понимаете. Но, тем не менее, необходима дискуссия по любому вопросу, мне кажется. Для этого и парламента, от французского слова «парле» говорить. Говорим действительно много при, значит, обсуждении вопросов. Я как депутат вот столкнулся с такими вещами, да, очень многие заседания мы прямо продляем. Вот у нас с 10 утра до 6 вечера в парламентскую неделю идет обсуждение законопроектов. Я был свидетелем неоднократно, когда Государственная Дума расходилась в 9.30 вечера, акцентируя или там останавливая свое внимание на тех или иных законопроектах. Поэтому, ну, я так не считаю, что вот парламент там... Его авторитет достаточно низкий. В общем, подытоживая, да, повышать репутацию могут журналисты, в первую очередь. Федеральные журналисты, я думаю, перестать просто подхватывать какие-то безумные идеи. Безумные идеи, с которыми, да, люди пытаются выделиться или еще что-то. Давайте сейчас о нашем законодательном собрании, имею в виду Закособрание Кировской области. Сегодня, кстати, очередное пленарное заседание. И вот уже решение принято по этим вопросам. Какие вопросы я имею в виду? Во-первых, ну, это все алкогольная или, может, не знаю, антиалкогольная тематика. Ну, во-первых, депутаты сегодня приняли решение о том, что продаваться алкоголь у нас в воскресенье и в праздничные дни, после которых там будний день следует, будет все-таки не до пяти вечера, а до двадцати двух. То есть вот на несколько часов продлили, как считаете. Не изменит картину? Вот общественная палата накануне крайне негативно высказалась по этому поводу. Вы знаете, я вот... А за так, мол, область неблагополучная по части питья. Не готов обсуждать принятие решения депутатов УЗС. Да, я свою точку зрения выскажу. Я считаю, что борьба с излишним употреблением алкоголя, алкогольной продукции, она все-таки должна вестись в разнонаправленное. Это и пропаганда, я не побоюсь этого слова, да, или агитация здорового образа жизни. Это предоставление, естественно, комфортных условий для занятий спортом, значит, привлечения молодежи в спортивные секции, не только в спортивные, там, в кружки какие-то. Ну, я ничего нового в этом плане не скажу. Скажу, что наша страна уже проходила вот эти моменты, все ограничения при, значит, вот введении так называемого там Горбачевского сухого закона в 80-85 году вроде бы, да, когда мы там все кинулись вырубать виноградники, уничтожать винодельни, сокращать количество продаваемого алкоголя, выделение талонов на водку, на вино, на шампанское, вот эти длиннющие очереди километровые, когда люди там давились прямо у вот этих винных прилавков. Ну, вот честно скажу, не знаю, по, опять же, оценке специалистов, там, алкоголиков в этот момент меньше у нас не стало. То есть это вот борьба с алкоголем, мне кажется, это само понятие какое-то, оно немного даже извращено. Надо прививать к культуру, во-первых, употребления алкоголя, да, как это во многих странах, опять же, повторюсь, вот европейских в тех же, там, Франция, Испания, Италия, да, там есть определенная культура употребления винных напитков, вина, там, да, пива в Германии, в той же вот эти пивные фестивали, там, ну, не видел агрессивных людей, настроенных там на каких-то праздниках в Германии, был часто, да, и на выставках в свое время мясоперабатывающих, где устраивали вот эти пивные, вот эти вакханалии, да, не побоюсь этого слова, ну, нормально люди сидят, отдыхают, веселятся, значит, нет никакого никаких ни мордобоев, там, ни пьяных не валяется, ни кто-то там, значит, в обморок не падает от количества выпитого. Создавать условия, еще раз повторюсь, вместо спорта для самозанятости, потом ведь экономика, экономические вот процессы внутренние, они очень много оказывают влияния на людей, да, и на депрессивность там того же там молодого человека, который не может найти себе достойную работу и заработную плату, и люди просто уходят в какую-то виртуальную там реальность, в виртуальный мир, и вот заливают вот эти проблемы свои психологические, экономические вот этим алкоголем, да. Здесь комплекс мер, страна вообще должна сама как бы вот из этого похмелья алкогольного выходить. Неважно, в какие часы там можно покупать, в какие нельзя покупать, главное, чтобы была альтернатива. Я не думаю, что ограничение вот продажи алкогольного, значит, вот этого зелья, да, оно приводит к каким-то массовым сокращениям употребления. Да, где-то может быть точечно-единично там это, да. Но это, опять же, должно быть все в комплексе, вот я считаю. Действительно, в Европе, закрывая продовольственные магазины, закрываются, значит, винные отделы, и алкоголь, насколько я знаю, можно купить только на заправочных станциях также точно, либо уже употреблять его на разлив в кафе, в ресторанах, в барах, да. Это действительно так. Ну, еще раз повторюсь, все-таки надо прививать культуру употребления алкогольных напитков и давать возможность людям заниматься чем-то, кроме там выходные дни в свободное время, кроме вот принятия алкоголя, там человек должен пойти в бассейн, в спортивную секцию и культ здорового образа жизни. Опять же, европейцы, они ведь следят за здоровьем, потому что понимают, что там, как бы мы не хвалили их образ жизни, да, медицина в основном платная. И люди понимают, что тратить на лечение всегда дороже, нежели ограничивать себя в чем-то. Или, значит, сокращать вот употребление алкоголя, либо заниматься... Которого тоже проблемы со здоровьем, да, бывает. Остается у нас буквально пара минут. Мы сегодня говорили в начале передачи, да, о том, что надо как-то пытаться переориентировать российских граждан на отдых внутри страны, да. И вот у нас тема тоже последних дней создания в Кировской области семи туристических кластеров. То есть развитие, опять-таки, внутреннего туризма. Как видится вам в перспективе все это дело? Вы понимаете, говорить об этом надо. Есть действительно у нас... Ну, не только говорить, а что делать надо. В Кировской области есть достаточно интересные уголки, природные уголки. Во многих я был, и будучи, значит, кандидатом в депутаты, и депутатом, объезжая нашу бескрайнюю Кировскую область, это и Советский район, это и Север, это и Вятские поляны, там, южная часть нашей области, развивать. И местный туризм, значит, наш областной, конечно же, необходимо. Опять же, вот, беря пример, там, с европейских стран очень много уголков, и сельский туризм развит, интересно, и в Германии, и во Франции. Есть что посмотреть, и в Англии, и в Ирландии, и так далее, и тому подобное. В этом направлении, естественно, идти надо, необходимо создавать и программы, и определять места, которые необходимо развивать, и привлекать людей, создавать, в первую очередь, там, комфортные условия для отдыха, для проведения отпусков своих. А что, на ваш взгляд, сейчас мешает активно это развивать? Не знаю, три там основных момента, или, может быть, меньше? Я вам назову один основной момент, это деловая активность, снижение деловой активности, это слабая экономика, ведь, понимаете, если мы говорим, там, о туризме, вообще, об отдыхе, вот, вы, наверное, знаете, там, какой процент кировчан у нас постоянно выезжает куда-то, значит, отдыхать, да? Ну, это меньшинство. Это меньшинство, это, наверное, подавляющее меньшинство, там, несколько процентов, там, два или три процента основные, в основном, вот, основная масса людей в огородах где-то там не имеет возможности просто даже оплатить, там, бензин до, ну, я не знаю, там, до Советска, да, там, вот, до Немды, где там отдыхает у нас... Ну, одно из красивейших мест. Одно из красивейших мест. Здесь экономика, здесь доходы населения, здесь деловая активность, здесь стимулирование, здесь доступность финансовых средств, кредитов и так далее и тому подобное, и ведь ни для кого не секрет, что благоустройство, строительство, там, коттеджи каких-то, домов отдыха и так далее и тому подобное, раньше это была государственная мощная программа, в которую вкладывались, там, триллионы рублей просто, да, а сегодня, к сожалению, значит, нет возможности у предпринимателей к дешевым деньгам, к доступу дешевых денег и вот как раз-таки созданию вот этих условий для местного туризма. Завершается эта программа, а я напомню, что это особое мнение Сергея Доронина, депутата Государственной Думы, всего доброго, спасибо. Всем хорошего дня. До новой встречи. До свидания. Особое мнение на 101FM